Здравствуйте друзья, в этом видео мы с вами поговорим о еще одном Zigbee светильнике из экосистемы Tuya Smart. Эта модель выполнена в виде люстры и соответственно предназначена для установки на потолок. Может работать в режиме белого света с изменяемой цветовой температурой, также есть цветной режим, который можно использовать как ночник или уведомление о каком-то событии. По мощности он хорошо подойдет для небольших помещений, прихожих, санузлов, кладовок, балконов и так далее, площадью до 5-6 квадратных метров. Перед тем как мы приступим традиционно попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей которым интересна тема умного дома. Тип устройства потолочный светильник, режимы работы белый и цветной. Интерфейс Zigbee 3.0. Максимальная мощность до 24 Вт. Рабочее напряжение от 90 до 240 Вольт. Заявленный коэффициент цветопередачи не менее 85. Наработка на отказ не менее 50 тысяч часов. Размер 320 на 40 миллиметров. Система управления Tuya Smart. Поставляется устройство в черной картонной коробке. На фронтальной стороне изображена люстра и логотипы поддерживающих ее систем. Указан тип обода белый, есть еще вариант с черным, но мне кажется он будет смотреться мрачно. С боковой стороны есть отметка интерфейса, кроме Zigbee есть еще и Wi-Fi версия. Но если вы планируете использовать ее с Home Assistant, то все-таки лучше выбирать Zigbee. Защиты внутри никакой не было просто кулек, но при этом люстра доехала в полной целости и сохранности. Кроме нее в коробке нашлась еще небольшая инструкция и вкладыш с объяснением того, как ее устанавливать. Инструкция кстати универсальная, она подойдет к многим светильникам Tuya, причем не только люстрам. Из полезного, тут есть описание как ее переводить в режим сопряжения 5 раз включить выключить. Но если вы корректно удаляете светильник с шлюза или координатора, то она переходит в этот режим сама. Люстра имеет классическую круглую форму, диаметр как я и сказал 32 сантиметра, за счет небольшой толщины выглядит плоской. Полупрозрачный матовый плафон направлен только вниз, обод в этой версии он белый, не прозрачный, потолок освещаться будет слабо. Корпус неразборный, точнее разобрать то его конечно можно, но с очень высокой вероятностью повреждения, поэтому делать я этого не буду. На задней части находится съемная контактная площадка. Это облегчает процесс установки, на потолок крепится только она, к ней же подключается питание, а люстра просто снимается и надевается. После подачи питания, люстра переходит в режим сопряжения, дышащий свет. На камеру видно, что в момент изменения яркости есть мерцание, но когда она не меняется, все в порядке. Визуально мерцание незаметно вообще. Для подключения я использую Zigbee Ethernet шлюз Neo NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit и Google Home. Запускаю его плагин и перехожу в режим добавления дочерних устройств. Включаем люстру, убеждаемся что она в режиме сопряжения и скоро она определяется и добавляется в систему. И в список дочерних устройств шлюза, к которому подключена. И в общий список, откуда ее можно включать выключать и видеть ее статус, не заходя в плагин. Но все функции доступны только из него. Тут есть несколько вкладок. На первой, которая называется диммер, есть два окна, которые перелистываются свайпом. Это управление белым и цветным режимом. Для каждого из них есть несколько предустановок и круглое поле для установки своего оттенка света. Сверху находится ползунок яркости. Как я и сказал, на камеру видно, что в момент изменения яркости есть мерцание. Когда ее уровень не меняется, все в порядке, а визуально его не заметно вовсе. Согласно описанию, люстра рассчитана на 10-12 квадратных метров, но я думаю что реально 5-6 не больше. Если конечно вы не любите приглушенный свет. В цветном режиме яркость намного ниже, подойдет максимум как ночник. Для сравнения, потребляемая мощность в режиме белого света в зависимости от выбранного режима, может достигать 22 ватт. В цветном режиме максимум мне удалось добиться 6 ватт, причем это при смешении разных цветов. А например, когда стоит просто красный, то всего около 3 ватт. Вторая вкладка плагина – сцены. Это предустановленное сценное освещение с заданной температурой, цветом и яркостью. В некоторых из них задана последовательность смены цветов. Музыкальный режим использует микрофон смартфона, чтобы управлять работой люстры в зависимости от улавливаемого звука. Если честно, смысла в этом режиме лично я не вижу. Последняя вкладка – это меню к дополнительным опциям люстры. Первая называется план и у него есть свои три режима работы. В циклическом задается временной интервал и дни недели, во время него светильник включается на заданную в строке opening time продолжительность, а потом выключается на продолжительность из строки closing time. Следующие две опции – это режимы рассвета и заката, для облегчения утреннего подъема и засыпания. Также задаются по дням недели и времени. В первом яркость плавно нарастает, во втором спадает. Далее режим таймера, который включит или выключит светильник через заданный интервал времени и циркадное освещение, которое автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток, чтобы максимально соответствовать солнечному свету. В этом светильнике есть опция не беспокоит, как она работает покажу чуть далее. Можно установить в каком режиме светильник будет работать при подаче питания, свет по умолчанию, помнить последний режим или установить свой вариант света. Опции в блоке градиент это время плавного нарастания и снижения яркости при включении выключений. Сейчас установлено по 2 секунды. Визуально выглядит так как нужно, камера во время изменения яркости ловит мерцание. Режим не беспокоит. Когда люстра включенной пропадает питание, то после его появления она снова включится. А если она была выключена, то такой и останется при восстановлении питания. В меню общих настроек указано, что люстра совместима с Amazon Alexa и Google Home. Можно дать общий доступ, объединить в группу с другими светильниками, проверить версию прошивки и удалить из системы. В автоматизациях светильник может работать и как триггер и как действие. В триггерах доступны 7 вариантов событий. Ее состояние включено или выключено. Параметры ее работы. Режим, яркость и цветовая температура в цифровом значении больше, меньше или равно. Также можно отслеживать состояние таймера, режима не беспокоить, я показал как он работает и даже есть интересная опция по пределу уровня связи Zigbee. В режиме действий, который для этого типа устройств более востребован, он нужен для управления светильником. Есть все те же 7 опций. Стоит помнить также, что существование того или иного пункта не означает, что его можно как-то применить. Но вернемся к люстре. В первом меню есть только включение и выключение, а вот опции переключить состояние опять нет, а она удобна и нужна, например для логического выключателя. Есть возможность менять режим работы и устанавливать желаемую яркость. Смена цветовой температуры тоже есть. Кроме этого, можно устанавливать таймер. По истечении заданного времени, состояние светильника будет инвертироваться, то есть, выключаться если он был включен и включаться если был выключен, а также управление режимом не беспокоить. Теперь проверим работу люстры в Google Home. Напомню, что для этого нужно через меню добавления устройств совместимых с сервисами, добавить аккаунт Tuya Smart, это разовая акция. И потом, все совместимые устройства будут появляться в системе автоматически. Светильник действительно поддерживается и появляется тут. Управление полноценное, включая яркость, световую температуру и цвет. Это позволяет использовать голосовой ассистент, причем параллельно работы штатных автоматизаций Tuya Smart. Как я и сказал ранее, мой шлюз Neonass ZV05B0 поддерживает работу с HomeKit. В качестве центра управления умным домом, я использую штатную интеграцию Home Assistant, HomeKit контроллер. С точки зрения устройств, разницы с например Apple TV нет. Все что добавляется и работая тут, будет работать и в приложении дом от Apple. Хотя про поддержку в HomeKit нигде ничего написано не было, по факту светильник появился и тут. Первое устройство в списке с названием лампочка. То есть, кроме того, что это подтверждает совместимость с самим HomeKit, это еще и вариант интеграции в Home Assistant, причем локальный, без зависимости от облаков. И работает он вместе и с Tuya Smart и даже с Google Home. Управление работает быстро и корректно, это стандартный объект Light, которым можно управлять и вручную, и заводить в автоматизации. А если что-то будет не так с Home Assistant, всегда остается управление через Tuya Smart. Панели управления цветом освещения и световой температурой. С совместимостью проблем нет, она даже превысила ожидания. Переходим непосредственно к Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya. Она, в отличие от только что рассмотренной, работает через облако. Еще раз уточню, все что мы рассмотрели до этого момента, приложение Tuya Smart, Google Home, Apple HomeKit и эта интеграция работают одновременно, не мешая друг другу. Тут тоже все работает и большую часть времени не менее быстро, если конечно у вас нормальный канал доступа к интернет. Так как без интернет, светильник потеряет свое управление. В этой интеграции постоянно должен быть доступ к облаку. Панель включения и выключения, совмещенная с ползунком яркости и переходом в режиме изменения параметров освещения. А это собственно сами параметры. Цветовая температура для белого режима и выбор оттенка для цветного. Перейдем к локальным интеграциям. Тут вместо шлюза используется альтернативный координатор. Начнем с интеграции ZHA. У меня она работает через TXOnofyE с прошивкой Multipanne RCP, с поддержкой Zigbee и TREAT. Кому интересно, ссылка на обзор в описании. Напомню, что с такой прошивкой стики используются в режиме сетевого интерфейса. Логику и управление сетями нужно переносить на сторону сервера, и этим занимается специальное дополнение Silicon Labs Multi Protocol. Кстати от момента моего видео про эту прошивку, обновилась как версия дополнения, так и самой прошивки. Соответственно для интеграции используется программный порт, который генерирует дополнение, а задача стика упрощается только до отправки и передачи команд. Удаляю люстру с шлюза, она автоматически переходит в режим сопряжения и запускаю режим добавления здесь. В течении примерно минуты светильник проходит интервью и подключается к интеграции, проверяем. Появился объект светильник, все как я и ожидал. С интеграцией с ZHA люстру использовать можно. Дальше все то же самое. Основное окно управления состоянием и яркостью светильника, выбор режимов. Белый с возможностью изменения цветовой температуры. И палитра цветного режима. Все работает быстро, так как не зависит ни от интернет, ни даже от наличия Wi-Fi. Далее проверим совместимость zigbee2mqtt, актуальная на дату обзора версии 1.31.2. Процесс подключения стандартный и тут тоже хорошая новость, люстра поддерживается в системе, внешних конвертеров не нужно. Тут используется один из самых распространенных конвертеров, который подходит и для LED контроллеров, и для лампочек, и как мы видим по герою обзора для люстр. Она кстати играет роль роутера, то есть может передавать и отправлять данные для других узлов сети. Страница экспозиции. Такая уже неоднократно нам встречалась по примеру других обзоров светильников Tuya, ничего нового тут особо нет. Управление параметрами режимов светильника. Есть переключатель режимов не беспокоить и определение типа свечения при восстановлении питания. Функциональность аналогична той, что в штатном приложении Tuya Smart. Давайте проверим можно ли управлять люстрой в режиме прямого биндинга, это когда устройства взаимодействуют напрямую и могут работать даже с отключенным шлюзом или координатором. Начнем с Zigbee пульта от Mi Boxer, ссылку на его обзор смотрите в описании. Он может управлять 8 разными группами светильников, для каждой из них нужно создать свою группу с ID от 101 до 108. У меня группа 108 под большие кнопки пульта. Для того чтобы управлять светильником при помощи пульта, нужно просто добавить его в эту группу. Пульт добавлять не надо, он уже привязан к ней на уровне прошивки. Все работает, управление в полном объеме. Включение и выключение. Яркость и изменение цветовой температуры. Управление цветом. Это отличный вариант дополнительного управления светильником, который будет работать в любом случае, даже при отключенном сервере умного дома и координаторе. Я обнаружил одну интересную деталь. Если светильник находится в белом режиме, то при отключении он полностью гаснет, все как полагается. А вот если он будет выключен тогда, когда находится в цветном режиме, то остается легкий фоновый свет. Причем это не из-за пульта, так происходит при любом варианте выключения. И даже если поменять порядок проводов питания, фаза 0, не помогает. С чем это связано, непонятно. Еще один гаджет, который работает в режиме прямого биндинга, это логический диммер Moes, его обзор вы также сможете найти по ссылке в описании. Его нужно переключить, это делается тройным нажатием, в командный режим, тогда он будет работать по принципу аналогичному пульту. Для управления по прямому биндингу нужно создать отдельную группу и добавить туда светильник и диммер. Так как диммер это конечное устройство и переходит в спящий режим, после добавления нужно нажать на него, выведя из сна и обновив данные. Светильников в группе, как и в случае с пультом, может быть много. Однократное нажатие включает и выключает светильник. Яркость меняется вращением. Вращение с нажатием меняет цветовую температуру. Удерживание это выбор цвета. Переключить обратно в белый вращением с нажатием, это меняет температуру. Если несколько светильников добавить в одну группу не проблема, то можно ли несколько контроллеров добавить в одну группу? Для этого в 108 группу пульта добавляю и люстру и логический диммер. Управление пультом работает корректно, яркость, температура, цвет, все в порядке. А вот на команды с логического диммера люстра не реагирует, два контроллера в одной группе не работают. Последний способ интеграции, который я рассмотрю в этом видео, SLS шлюз. Актуальна на дату обзора версия от 9 мая 2023 года. Подключаем и на этом этапе уже видно, что из коробки устройство не поддерживается, ему присвоен конвертер по умолчанию нулевой. Как мы убедились на примере Zigbee 2NQTT, светильник использует довольно распространенный конвертер, поэтому его будет несложно подобрать. Первым что мне пришло в голову это Zigbee прожектор, который тоже был в одном из моих обзоров и по его результату был добавлен в поддержку. У него та же модель и функциональность номер конвертера 248. Устанавливаю его вручную на странице устройства. Теперь шлюз считает, что это прожектор, но главное тут функциональность. К слову, все данные необходимые для поддержки люстры из коробки я передал автору прошивки, так что она будет добавлена в ближайшее время. Так как функциональность светильника в этой модели одинакова, то нет разницы это прожектор, люстра, контроллер, лампочка или еще что-то. Тут все работает, включение и выключение, яркость, температура, цвет, режим не беспокоить, режимы работы при восстановлении питания. Вот так выглядит его управление в Home Assistant, которое пробрасывается через MQTT. Все то же самое, что мы уже видели раньше. Кнопки включения, ползунок яркости, установка цветовой температуры, выбор цвета. В целом, учитывая стоимость этого светильника, довольно неплохой вариант для установки в небольших помещениях, таких как прихожая, балконы, санузлы и т.д. Качество белого света довольно неплохое, но точно не на 10-12 метров, как заявлено в описании. Цветной режим довольно условный, так как светит слишком слабо. Порадовала работы люстры во всех проверенных системах. Родная Tuya Smart, Google Home, Apple HomeKit, Home Assistant через интеграцию Tuya, ZH, дополнение ZigBit, MQTT и SLS шлюз. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылку на магазин, где был куплен герой обзора. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok